Локомоту под названием «Беларусьбанк вишайшая лига» набирая ходу. Черговый гульня в этот день напевно пролетит с космической худкостью. Более-две не каждый день будут отбываться по некольки найцековейших двубою с непредсказальным сюжетом. АБФФТБ обирает наибольшую интригующую из них и рассказывает про сутность гульня у лаконичном анонсе. Самая горотная в экономичном сенсе команды «Беларусьбанк вишайшей лиги» в пятницу поспробует зарабить балюча 1-1 и на футбольном поле. Частей гэта отремливалась у городеи. За всю историю супредстоянию, як у вишайшей так и у першей лизе, только двоеча Смолявича брали верх. Правда, робили гэта на своем поле, что надае команде Бразевича полного оптимизму. Однако короткотерминовая РУ, становящая команд, по выходцам с першей лиги отмавляют перспективах. И нанимают перемог на рахунку, знаходятся на серый из трех хатних паразапор и, коль вынести задушки гульню с боте, больше мяча за вечер не забивают. Третья ж по безнадеянности обороны першинства робит Смолявичи выращенными перед змаганием пятницы. С другого боку городеи не перемогали аж но шесть туров, и больше за мяч у вечера не забивало в оголе. Однако на рахунку коллектива «Але городушки» и осте перемоги, и позитив с боку Организации обороны и навод гульни на ноль. А вот чего не ма, дык гэта глубинный складу. На лаве для усмотнения гульни может оставаться только по пять человек разом с брамником. Заразумело, что тактикой в таком дефиците не покрутишь, дык структуру гульни так само не перебудовать. Однако супраць Малявичу навод простые или надейные взаимодействия могут принести поспех. Сустрэча команд, яких никто не шакал бачить в топе таблицы после тратины першинства, подагравается кидкой исторической серии. Техн пяти сустрэч цукровые не могут спер макшелта заводцов. Подчас этих змаганьев Слуцк отзначился только двойчий и сам сёды пропускал першин. Зараз же команда знаходиться в пике, будь шатыры ты днезапор сядзить без викторий. И так само только с двумя отрапными стрелами у активе. Як бачите, перед посылок до позитиву у господара уняма. Жодзина жная дворота за пошних восьми сустрэч соступила только у одной и далелепший старт у першинства за маль два десяти годзе. Правда, оборона по куль Юрья Пунтуса кульгая. С пяти опошних матчов только раз чорно-белые сгуляли на ноль. Однако, по куль атаке компенсуюсь эхибы, а литвилозу да Габриэл Рамос створают галы прыгажуны, торпеда маецца доволі годна. Позитиву гостям надое вероходное вертанье у шахты Хачатурана да Бордачова. После хворобы ободвае мкнуться одновиться, да набрать кондиции, как Белас протягнул пераслед лидеров. У минулым годзе здаралась и неверогодная. По-перше, горняки у першиню соступили арцару. По-другое, зарабили гэта на властным поле, дзенават у ничию зредку кали гуляли. До того ж жёлто-чёрное пропустили аж но три мячы, хотя мели статус «Лепшая обороны Украине». Каратей студенты разбурыли усе старые атыпы, что только окаляли горняков. Цікаво, однако, нечто подобное може надарыць в неделю, бо шахтёр знов мае самые надзейные тылы. У сегу три пропущенные мячы за одиннадцать туров, и три туры запор перамагая дома. Плюс вось уже шесть уикендов запору в уголе никто не може засмутить Александра Гутера. И то и дзен рекорд по власной сухостью першинсты. Чем не выкрик для лепших снайперов чемпионата Джасурбека Якшибоева. Пробьешь топки пера Беларуси 2019 – значит, ты и саправды зорка нашей высшей лиги. До речи, Узбеку придется смагаться за двоих. За выдаленью минулого тура поплечникову Солигорску не допоможет Ютшиц. А вот горняки полным складом рыхтуются скидывать сердцар с другого городка у таблицы. Особливые сподзявания при этом складаются на Виталя Лисаковича. Той уже мая пять голов на рахунку, причем четыре из них стали переможными. До речи, минавито над студентами форварды Шахтера сдекывалися люди не больше за всех в истории першинства. У 2003-м Солигорск перемог дома 9-0 и оформил одну из самых эффектных викторий у найновшей истории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...